Я простой человек. Я люблю сырники с какао, и чтобы никто ни на кого не орал. Я два месяца как бросила бухать, курить и спорить с идиотами. Даже со всеми бывшими своими я прекрасно дружу, потому что они отличные в сущности мужики и стоили всех моих слез, а что мы были молодые дураки и совсем не берегли друг друга, так это очень надо настрадаться, чтобы осознать. С 16 лет, то есть половину жизни, с момента заведения ЖЖ я живу в поле такого напряга, и люди такое мне пишут десятками сообщений в день, что все конфликты и недопонимания в реале кажутся мне ранней прозой Николая Гоголя. Насколько насмешливый, настолько же и беспечный, уверенный в абсолютной, неколебимой гармонии бытия. Кто давно завел себе первый аккаунт в соцсетях, тот с людьми в реале почти никогда не ругается. Ни на секунду даже в дни собственной лютой ничтожности и бесполезности я не забываю, насколько мне повезло. Вот здесь родиться — это узнать и прочесть. Вот с этими людьми дружить и иметь возможность проважное расспросить. Столько всего увидеть и перечувствовать. Довольно часто мне, правда, кажется, что вся сюжетная составляющая моей жизни закончилась несколько лет назад, и со мной давно ничего не происходит по-настоящему существенного. Но это, предполагаю, меня так контузило последней крупной катастрофы, и когда-нибудь да все начнется сначала. Даже со страной моей у меня вполне понятные и устоявшиеся отношения. Я вполне отдаю себе отчет, зачем я здесь, и все это наблюдаю и фиксирую. Никто мне не докажет, что здесь никакого будущего и мы никому не сдались. Судя по тому, что я в зале вижу от Питера до Челябинска, но как раз тут нужны как никогда, и у нас вагон работы. У людей невероятные лица, и задают они удивительные вопросы, что эта территория вырожденцев и упырей — это абсолютная ложь. То, что тут веками ничего не проговаривается, не объясняется, не анализируется, не прощается, не признается, не вылечивается, не пересматривается. Ну так мы же зачем-то учились связно говорить на родном языке, чтобы хоть что-то успеть изменить, хоть самую крошечную малость. Успеть написать, снять, спеть, сыграть, сказать что-то, что немного сдвинет границу необъятной мертвой зоны умолчаний, которую все послушно обходят, не задавая вопросов. Поэтому я никогда не завидую чужому баблу. Ни на какое бабло не купишь любящего отца, ненормальных друзей юности с тем же диагнозом, что и твой, или собственную великую книгу, написанную относительно молодым. А все остальное в целом тщета. И никогда любви и семье, потому что это очень много, прежде всего, работы над собой. Тебя топтали в детстве, а ты растишь целых непуганных детей. Тебя приказывали, а ты договариваешься. Тебя предавали, а ты своих не сдаешь. Но мучительно завидую творческому бесстрашию и упорству, которого мне досталось очень мало. Я вообще не умею толком последовательно работать, у меня ненасытный внутренний критик, и каждому, кто способен по пять часов ежедневно рисовать, сочинять музыку или расписывать эпизоды, я завидую, как душный бездарь, да и коты. Я завидую даже конченным графоманам, пока они пишут, а пишут они по многу, они совершенно счастливы. Мне очень до них далеко. И вообще единственный навык, который гарантированно приводит к счастью, это умение пахать без продыху, бурить, пока не хлынет ключевая вода, а она обязательно в какой-то момент прорывается. Я была хваткой, очень легко по верхам запоминала, никогда особенно не кормила над уроками, чтобы хорошо учиться, имела богатое воображение, и теперь по всем показателям проигрываю людям, у которых все это время была просто каменная задница. Пожалуйста, не будьте как я. Выключите эту адовую машинку и немедленно сядьте за дело жизни, иначе при почти идеальных картах вы неожиданно все проиграете, и ладно бы кому-то, а то просто так, в никуда. Из-под замочного тебе почитать? Ничего нельзя сказать в простоте, ничего опубликовать, поэтому я люблю молча. Молча наблюдаю, как меняется с прорастанием в сыне центр равновесия мироздания, как уплывает от меня вся беспечная моя эгоцентрическая юность, в которой ничего-то не было важнее, чем что тот-то или тот-то скажет обо всем этом, как собственное тело не такое уж ненавистное мясо раз собрало и выкормило такую красоту, как после того, как родишь кого-то, становишься сразу в разы более смертен, телесен, зверин, приходящий, ну и чудотворец, как наша старость была страшной антиутопической абстракцией, а теперь стала жилой и теплой, потому что мы уже хорошо знаем людей, которые закроют нам глаза, как раньше про любого красивого острого на язык человека думала, вот бы ему понадобиться, а теперь думаешь издалека, как повезло с сыном кому-то, как хочется обнять себя маленькую, оставленную со всеми этими эмоциями, которые больше тела, наедине, как упали сразу, возникли, вошли в резкость все эти бесчисленные дети на улицах, на которых орут, давят, стоят в ростах больные родители, как хочется себя предостеречь насчет всего, что было с тобой когда-то упущено, чтобы не потерять ребенка ни в каком возрасте, а не только на раннем сроке, как ты боялась, как больше нигде не один, не сам по себе, а словно с каким-то своим небольшим сиамским близнецом на долгой серебряной струне, которая все время вибрирует, как многого больше никогда уже не будет, и как жаль этого, как далеко надо оказаться, чтобы увидеть все, что дорого, свободным от помех, как ты сидяешь, и муж твой все еще выглядишь, рядом с тобой противозаконной старшей школы сидей тоже, и как вы вроде бы все упустили, но пока упускали, умудрялись быть так счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok